Последние предупреждения нелегальным таксистам закончились. Начались штрафные санкции. В понедельник состоялся совместный рейд областного комитета по транспорту сотрудников ГИБДД и полиции. За соблюдением интересов водителей следили представители профсоюза таксист. Сегодня очередное мероприятие по проверке соблюдения лицами, оказывающими услуги по перевозке пассажиров легковыми такси, соблюдение требований 69 федерального закона. В сегодняшнем мероприятии мало чем отличается от массы других проводимых ранее. Основная задача все-таки отследить изменения, которые происходят на этом рынке. Проанализировав результаты мы поймем, есть положительные сдвиги или нет. Но могу сказать, пусть они незначительные, но все-таки эти сдвиги есть. Количество граждан, желающих получить разрешение, растет. На сегодняшний день это полторы тысячи человек получили эти разрешения. Результат проверки поразил даже видавших виды сотрудников комитета. Из пяти остановленных машин все пять из одной службы такси. И все пятеро водителей – нелегалы. Добрый день. У Техновского бассажира, старший класс инфектора Куличко. Разрешение на перевоз пассажиров багажа легкового такси хочется увидеть. На перевозку. Одну секунду. Поинтересно, пассажирам. Вы такси вызывали? Отпираться бесполезно. Пассажир пятерки подтверждает, что едет в такси. Показывает СМС-сообщение от диспетчера. Разрешения на перевозку у водителя нет. Более того, прав управления транспортным средством он лишен. О какой безопасности пассажиров в этом случае может идти речь. Дальше таксист поедет уже в качестве пассажира. Плюс должен будет выплатить штрафы. Штрафные санкции начинаются от 5000 рублей и выше. Здесь, на самом деле, по совокупности могут составлять свои протоколы и комитет по транспорту, и полиция по применению административного законодательства, и сотрудники ГИБДД. У всех свои нормы. То есть, каждый из них, в принципе, волен сейчас составить протокол. Это таксистка за рулем «Фольксвагена» с литовскими номерами гражданка России. А вот права у нее литовские. Значит, на наших дорогах она водить авто не может. Разрешения на перевозку пассажиров у нее, разумеется, нет. А вот еще один нелегал на отечественной машине. На основании чего вы управляете данным транспортом? В смысле на основании чего? Доверенности. Какой? Вы пока никуда не уходите. Вот, который вы держите в руке. Доверенность закончилась у вас. Скажите, пожалуйста, такси. Просто подвез девушку с мешками. Чего вам попросили? Я с вас денег брал. Ясно. У вас, наверное, какая смс пришла, да? Если нет, можно рассмотреть. Если точнее, доверенность на управление истекла около года назад. Страховка тоже отсутствует. Авто в ужасном состоянии. После таких грубейших нарушений машину горе-таксиста изымают на штрафстоянку. Чтобы другим не повадно было. Наталья Романова, Олег Милюхин, РТВ Иваново.